На шахте имени Лутугина государственного предприятия Тореза Антрацит готовится к пуску новый забой, который обеспечит качественным углем предприятие Республики. В данный момент работники шахты заканчивают подготовку к пуску разработки нового угольного пласта. В настоящее время шахта Лутугина заканчивает доработку второй восточной коренной лавы пласта «Семкащеевский». 750 тысяч тонн угля будет добыта. В апреле лава убывает в связи с доработкой запасов. Месяц шахта берет на перемонтаж оборудования. И в мае месяце мы планируем ввести в эксплуатацию вторую восточную коренную лаву пласта «Семкащеевский» с нагрузкой не менее полутора тысяч тонн уля в сутки. Открытие новой лавы позволит шахте выполнить годовой план 2017 года и добыть к концу года не менее 420 тысяч тонн угля. Такие высокие показатели обеспечат шахтеров стабильной и высокой заработной платой. У нас на данный момент февраль месяц закрыт, март вот только закончился и на этой неделе приступим к выплате зарплаты марта месяца. Новый участок позволит нам смело смотреть вперед, так сказать, и обеспечить людей работой, зарплатой, семьей и так далее. Съемочная группа «Новороссия ТВ», пройдя обязательный инструктаж по технике безопасности для всех идущих под землю, переодевшись и получив канагонки, вместе с горняками направилась к лете для того, чтобы спуститься в шахту и своими глазами увидеть, как идет подготовка к началу работы и условия труда горняков в новом забое. На данной шахте добывается особо ценный уголь марки «А» – антрацит, которым обеспечивается тепло- и электростанции республики. Очистной забой, введенный в эксплуатацию в июне прошлого года, уже выработан и готовится к закрытию. Главный инженер шахты имени Лутугина провел для журналистов детальную экскурсию по своему подземному хозяйству. «Вот такими выработками параллельно ей существует через 250 метров там такая же выработка параллельная. Она нарезает кусочек пирога, запасы угля и отрабатываются эти запасы. Эта же выработка будет повторно использоваться и служить для будущей второй лавры». Сейчас на шахте работает около 1 тысячи горняков, а в подготавливаемом забое около трех десятков рабочих. «Вот, спускаемся все ниже-ниже, получается, уходим на горизонт в 850 метров, идем долго, полтора километра где-то нам еще идти. Дышать становится все тяжелее, в воздухе присутствует вешеная угольная. И температура поднимается все выше и выше». Очистной забой оснащен механизированным комплексом, комбайном и конвейером. Высота разрабатываемого угольного пласта всего 75 сантиметров. «Ну вот в таких условиях приходится работать, каждый день приходится работать с шахтером Донецка, Донбасса, для того, чтобы в наши дома попадал свет, тепло и уют. Мы пробираемся к добывающему комбайну, который и, собственно, по вот этой вот ленте отправляет уголь дальше на поверхность». О чем хочется сказать отдельно. Шахтерский труд, тяжкий, требующий громадных усилий. Это мы испытали на себе. Дойти до рабочего места нам составило большого труда, а горняки по 6 часов там еще рубят уголь, обеспечивая граждан республики комфортом и теплом. «Только поднявшись из шахты на поверхность, начинаешь понимать, какой наверху чистый и свежий воздух, и какое яркое и светлое солнце. Титанический труд шахтеров, который дает нам уголь, это хлеб республики, это черно-золото республики, каторжный труд. Давайте научимся его уважать. Дмитрий Зиньковский, Алексей Полянский. Специально для Новороссия ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова